Произошла страшная трагедия. 19 июня в среду обнаружили тело 11-летней Даши Лукьяненко. Чудесной совсем еще маленькой девочке. Она пропала, когда шла на танцы. Ее безжизненное тело обнаружили в выгребной яме во дворе дома, где жил убийца. Чудовище, которое лишило ее жизни 22 года. Сейчас ему грозит пожизненный срок за совершенное преступление. Это значит, он будет есть тюремные харчи до конца своих дней за счет государства. То есть нас с вами. Будет лечиться бесплатно в тюремном лазарете. Государство будет обеспечивать его одеждой, одеялом, мягкой подушкой и матрасом. Делая выпуски нулевого пациента, я кропотливо подготавливаю текст. Заучивая каждую строку наизусть. Сегодня все иначе. Иначе, потому что невозможно сдерживать эмоции, боль и злобу. Невозможно сдержать испепеляющий стыд, когда смотришь на фото Даши Лукьяненко. У меня в голове был поступательный план, чему будут посвящены выпуски моего блога. Номером 2 должен был быть выпуск, посвященный такому чудовищному явлению, как педофилия. Но поначалу я передумал, посчитав, что можно сделать подобный ролик позже. Говоря о темах, которые меня беспокоят, это всегда прогноз. Я боюсь прогнозов. У меня они всегда сбываются. То, что творится на просторах стран бывшего Советского Союза и, в частности, в Украине, в плане педофилии, катастрофа. Катастрофа, о которой все молчат. В прошлом году я выпустил одну из наиболее скандальных и продаваемых художественных книг, которая называется «Педофил». Чтобы выпустить ее, мне пришлось обработать огромное количество материалов по теме насилия, в том числе и сексуального над несовершеннолетними детьми. Произошедшее с Дашей Лукьяненко – это один страшный и дикий случай, о котором мы узнали. Вы даже не представляете, какое количество пропавших без вести детей, девочек и мальчиков, которых не могут найти десятилетиями. Прямо сейчас тысячи детей только в моей стране страдают от сексуального и психологического насилия. Никто об этом не знает. Мы не сможем это остановить, но мы можем сделать так, чтобы этого стало меньше. Педофилы не прячутся, они на виду. Однажды, когда я работал над книгой, я искал материалы. И наткнулся в теневом интернете на сайт с детской порнографией, который называется, вдумайтесь внимательно, «Ukrainian Angels» – украинские ангелочки. Чудовище из-за нашего бездействия обнаглели до предела. Насколько сильно, я расскажу в конце. И вас это шокирует. А пока вот вам история про Меган, о которой знает весь мир. Девочки, которая своей смертью спасла жизнь тысячам детей. Американская маленькая девочка по имени Меган Канка, как и Даша Лукьяненко, была чудесным жизнерадостным ребенком. Ей было всего семь, когда новый сосед переехал в ее район. Никто не знал, что он уже был когда-то осужден за педофилию. Заманив невинного ребенка в подвал, он изнасиловал ее и убил. После ее смерти в Соединенных Штатах появился так называемый закон Меган, который давно принят во многих странах. Он обязывает всех, без исключения людей, совершивших преступления против несовершеннолетних, стать на учет и сообщать о всех своих перемещениях к полиции. Переехав на новое место жительства, преступник сообщает об этом местному полицейскому. Тот, в свою очередь, оповещает всех соседей, что новый гость в этом районе педофил. Так все родители предупреждены, а значит вооружены. Сегодня я обнаружил уникальную, по моему мнению, карту. Полиция Чикаго сделала ее специально под Хэллоуин. На карте указаны дома, которые следует обходить детям, когда они просят сладости, ведь там, в этих домах, живут педофилы. Вот что такое закон Меган. Вот что такое настоящая забота о детях. В парламенте, полном бездельников и пустомель, уже не один год, ждет рассмотрения подобный закон. Но, видимо, педофилическое лобби очень сильное и не дает его принять. А дети продолжают страдать. Первым это сказал не я, но я поддерживаю. Нам срочно надо принять наш закон Даши Лукьяненко. Ее смерть не может и не должна быть напрасной. Мы все виноваты перед ней. Потому что мы, взрослые, не смогли создать мир, где нет подобной мерзости. Закон 6607 уже долго проходит какие-то вычетки, рассмотрения и прочую ересь. И я говорю сейчас всем депутатам без исключения. Вы жуете сопли. За 4 года не сделали ни хера. У вас не дошли ваши кривые руки до этого закона. А значит, и на вас тоже есть несколько капель крови этой маленькой девочки. Мы с такой легкостью собираемся в количестве нескольких сот человек, чтобы защитить животных, наказать очередного докхантера, чтобы декриминализировать марихуану. Но не может набраться и несколько десятков человек, когда происходит подобная трагедия. Грош цена нашему лицемерию. И заботе о котятах, когда мы не можем защитить наших детей. Если я увижу отклик, если я увижу, что вы услышали, я готов организовать акцию, чтобы заставить Верховную Раду срочно принять закон Даши Лукьяненко. Девочки, которая спасет жизнь многим украинским детям. Я обещал вам в конце шок. Получайте. В открытом интернете, абсолютно свободно, есть форум, который называется нимфетомания.клаб. На нем собираются и обсуждают любовь к детям десятки тысяч педофилов. В разделе «Белочки» там сотни подобных фото. Белочками они называют ваших дочерей. Я же говорил, они не прячутся и становятся с каждым днем смелее. Прошу вас, черт со мной, но в память о Даши. Зайдите на этот сайт и сделайте так, чтобы эти мерзавцы знали, что мы о них думаем. Пусть каждую секунду у них под ногами горит земля. Пожалуйста. Пользуясь моментом, хочу обратиться к уполномоченному по правам ребенку Николая Куленя. Есть прекрасная возможность проявить себя. Если вы скажете, что мы должны собраться и надавить на парламент, мы сделаем это и соберемся. Берегите ваших детей. И вообще, берегите тех, кого вы любите. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok